Не просто предсказать будущее, а смоделировать его. Показать наглядно смогли участники ежегодного конвента новаций. Уже в третий раз школьники области и города Иваново представляют на суд жюри свои проекты технологий будущего. На этот раз эксперты и зрители окунулись в фантастический 2035 год. Многие школьники сейчас ограничены, то есть у них есть определенные рамки, в рамках которых они изучают. Здесь мы раздвигаем эти рамки, чтобы они могли получать дополнительные знания, фантазировать и действительно изобретать какие-то новые вещи, новые технологии. Будущее многогранно, а прогресс не стоит на месте и затронет абсолютно все сферы нашей жизни, уверены организаторы конкурса. Поэтому предоставили участникам возможность проектировать будущее в совершенно разных направлениях. Образование, наука, мода, транспорт, пространство. Вот таким полностью компьютеризированным, по мнению участников, будет интерьер в 2035 году. Заправлять кровать не надо, просто нажал кнопку или даже сказал на голосовом управлении, подметаться, убирать там, ничего не надо. Одежда тоже удобна. Например, нажал, все что угодно, и все. Ты в том, что тебе хочется. Телевизор тоже не надо, ничего нажимать, просто говоришь, такой-то канал. И игрушки тоже усовершенствованные. Дом будущего полностью автоматизирован. Здесь даже цвет стен можно менять в зависимости от настроения. А вот музей будущего. Насладиться творениями кисти великих художников можно будет при помощи вот такого билета. Просто подносим карточку к монитору компьютера. Здесь и картины, и подробные информации о них. Экскурсоводы, правда, останутся без работы. А вот город будущего. Особое внимание, по мнению конкурсантов, через 20 лет будут уделять безопасности дорожного движения. Да, дороги останутся по небу, автомобили летать не будут. А вот пешеходы смогут пересекать проезжую часть совершенно безопасно. Вот в таких кабинках, вроде горизонтального лифта. Когда загорается зеленый свет светофора, подается звуковой световой сигнал, и в стрельбе нажать кнопки начинается его движение. Он двигается со скоростью 5 км в час, и максимальное количество поездок за время горения зеленого света – 2. Когда загорается желтый свет, барьеры опускаются. Когда загорается красный свет, машина начинает свое движение. Как говорил Альберт Эйнштейн, знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, порождая эволюцию. А значит, мечты и представления о грядущем для этих школьников – только эхо их будущих, серьезных открытий и свершений. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.